Здравствуйте, друзья! У нас сегодня будет очередной обзор ножа по заявкам одного из постоянных зрителей канала. Нож, как всегда, предоставлен на обзор... Ну, надеюсь, может так будет не всегда, но тем не менее, как всегда, пока в данный момент, предоставлен на обзор новосибирским магазинам ножа и тленок. И поговорим мы сегодня вот о таком вот ноже от компании Cold Steel, который называется Voyager Extra Large Tanta Point Plain Edge. Значит, тут, как традиционно, бывает коробочка, на которой нарисован именно тот нож, который лежит. В этой коробочке такая вот упаковочка, сам в нее нож будет упакован. Тут вот лежит еще дополнительная клипса, которая нужна для того, чтобы, если вы захотите клипсу переставить, то у ножа клипсы не симметричные, поэтому придется использовать вот эту дополнительную. В общем, в принципе, о макулатуре коротко хватит, давайте поговорим о самом ноже. Значит, в двух словах нужно сказать вообще о самой серии Voyager. В данном случае мы с вами видим такой тантоидный вариант, но вариантов там куча. Ножи разные и по размеру, и по формам клинков, и по заточке, потому что они бывают там плейновая заточка, и полусеррейторные варианты какие-то бывают, может быть, даже и фуллсеррейтор есть. То есть, как бы, ТТХ вот этого ножа, я ссылку на сайт производителя дам, там сможете посмотреть, вариантов масса. Поэтому я думаю, что сегодня обзор обладает такой ценностью, что часть тех вещей, которые я скажу, относятся вообще ко всем ножам этой серии, ну а часть, вероятно, только вот к тантоидной версии, которую мы сегодня непосредственно держим в руках. Рукоять ножа, как обычно, сделана из пластика, если не ошибаюсь, сексгард. Я посмотрю, конечно, дополнительно опять-таки в ТТХ, но, возможно, я с названием пластика в данном случае ошибаюсь, но рукоять пластиковая, короче говоря. На ней вот выполнена вот такая вот насечка, насечка, так скажу, такая достаточно цепкая. На моих руках, не отягощенных, постоянно работать со слесарным инструментом, при работе мокрой рукой ощущения довольно неприятные. То есть, ну так сразу говорю, что нож, как многие колстиловские ножи, такой, знаете, как бы такой ломовитый, как бы и на хозяина ему немного плевать. Хотя, в принципе, сделано все аккуратно. То есть, ну, просто вот насечка такая, предполагается, что ножом стоит работать тяжело. Ну, собственно, это диктует его размер. Тут, как бы, вполне понятно, почему так сделано. Вот так выглядит установленная клипса. Как я уже сказал, для оборотка есть специальное отверстие. Нож только типап предполагается носить. То есть, здесь каких-то отверстий для этих клипс не предусмотрено. Собран он вот так вот на винтах и таких вот втулках. Здесь все видно, в общем-то, в принципе, такой вот севой винтик использован. Он регулируется с одной стороны этот севой винт. Вот. Значит, дальше получается, что замок использован триодлок. Вот этот его, собственно, управляющий, так назовем, элемент. Спейсер ножа. Вот так вот выглядит. Форма рукояти такая. Давайте теперь мы поговорим еще о клиночке. Вот так вот выглядит клин этого ножа. Вояджер. Такой вот прям мощный тантует здоровенный. Втулочка. Такая вот шпенек получается сделан с двух сторон. С одной стороны на нем есть возможность его выкрутить. Так вот. Шпенек, кстати, довольно приятный. Не цепляется особенно за одежду, хотя достаточно цепкий для пальцев. Мне понравилось, как бы, в принципе, как он сделан. Вот. В данном случае выкручивать его не пробовал. Не могу сказать, это одна втулка или две. Так. Толщина клинка. Да что тут сказать. Офигенная толщина клинка. В ТТХ, конечно, можно будет посмотреть, но я уверен, что она не меньше 5 мм, а может даже больше. Покажу сейчас рядом с толщиной клинка Ontario Red One. Чтобы вам как-то было можно составить представление. Ну, вот видите, чего. То есть, крыса даже в самом толстом месте. Я думаю, раз в полтора, как минимум, тоньше. Вот. Взвешивать нож в кадре не буду, потому что мои весы показывают ошибку. При попытке взвешивать этот нож. То есть, что говорит о том, что нож весит, ну, как минимум, больше 220 грамм. То есть, нож большой, тяжелый. Принят, сделан, в общем-то, вроде как для того, чтобы носить на кармане. Чехла к нему никакого нет. Есть клипса, но, тем не менее, вес у него такой большущий. Так будем говорить. Вот. Традиционно заточка у Cold Steel достаточно такая, на мой взгляд, ну, черновая производственная заточка. Довольно неплохая. Следов гриндера ногтем не чувствуется. Нож довольно уверенно бреет из коробки. Вот. Бумагу режет тоже все прекрасно. Причем бумагу он режет как вот этой частью, собственно говоря, с заточенной кромкой, так и, собственно, вот этой заточенной кромкой. То есть, здесь в этом плане все классно сделано. Никаких проблем. Вот. Ну, Cold Steel, что вы хотите, вообще, в принципе, с ними в этом отношении проблем никогда никаких не было. Стальные ножи используют на ОС-8. Тут нигде не написано, поэтому, как бы, скажу, что традиционно для компании Cold Steel нож сделан на Тайване. Вот еще не показал темлячное отверстие. Выглядит вот так от этого ножа. Оно достаточно большое, паракорд свободно проходит. В этом плане все классно. Давайте теперь о моих личных немножко впечатлениях от этого ножа. Ну, во-первых, должен сразу сказать честно, я не являюсь особым поклонником вообще такого формата ножей. То есть, ну, блин, я понимаю, что мне иногда кажется, что в Cold Steel на работу ножевыми дизайнерами принимают людей по росту, наверное, или по весу. Не знаю, как они там это делают, но там похоже, что когда показывают видео, среди них такое впечатление, что никого меньше двух метров роста вообще в принципе нет. И, соответственно, они любят прям здоровенные такие мощные тяжелые ножи. И вот это вот один из них. То есть, Voyager вообще вся серия такая. Мне, собственно, как человеку с ростом немного более метра восьмидесяти, вот такие ножи кажутся слишком большими. Ну, более того, я сам в моих условиях эксплуатации, мне не нужна такая прочность и не нужен такой вес ножа. То есть, кому-то и, безусловно, это необходимо. Что вот хочу еще показать по поводу ношения этого ножа в городе. Собственно, как у меня говорится в некоторых видео, у меня тут в кустах было. Покажу вам джинсы. Вот на этом ноже я понял такую штуку, что, по всей видимости, джинсовый карман, он имеет определенный размер вне зависимости от роста. Потому что на вот этом ноже клипса сделана вот так не для того, чтобы нож торчал из кармана, а потому, что если надеть нож на джинсовый карман с помощью этой клипсы до упора, то у вас как раз получится, что вот эта часть ножа упрется в дно кармана. На моих джинсах, по крайней мере, это так. Причем я это дело проверил на трех аж джинсах. У меня их есть некоторое количество, и это все время так получается. То есть, когда, ну, по крайней мере, вот джинсы Левис, которые являются классикой, там все это работает. Ну, а сейчас вот вы видите, как бы, пока я про все это говорю, как я с этим мучаюсь. Короче, вопрос в том, что клипса у этого ножа невероятно жесткая. Носить его на кармане крайне неудобно, одевать тоже. Я даже в кадре этого делать не буду, потому что боюсь сейчас камеру сбить. Это все происходит с дикими рывками. Вот. Понятно, что ее здесь можно попытаться расслабить каким-то образом. Можно попытаться клипсу как-то разработать. Может быть, и будет лучше. Но, короче говоря, клипса безобразная, на мой взгляд. То есть, это вот прямо моя такая явная претензия. У Cold Steel вообще, как бы, на некоторых ножах клипсы вообще совершенно отличные. А на этом, но на вот этой серии они просто безобразные. Причем, ну, обе такие. То есть, сразу тут же вот так вот показываю, чтобы в кадре была ясна разница, да. Вот она, крыса. Ребят, понимаете, как бы, вот, раз, и одел. Вот. То есть, вот такой должна быть нормальная клипса. Она хотя бы так должна работать. А как бы здесь, на Cold Steel, вот ты, блин, что не делай. Она вообще туда не... То есть, даже она прижата-то так, чтобы просто вот, ну, подсовывать дико неудобно. Так еще и видите, вот что происходит. Она вообще не идет. Вот. То есть, вот это вот, ну, мне кажется... То есть, клипсы, на которые нельзя удобно посадить нож на карман, она вообще не особенно, получается, вам нужна. Вот. То есть, ну, как бы, такой вот нюанс есть. Такая же, в принципе, бура получается с триадлоком. Здесь сейчас я так боюсь, что в кадре мне немного будет трудно это продемонстрировать. Стол мешает, и камера близко стоит, а нож очень большой. Ну, как бы, хочу сказать следующее, что выкидывается нож, в принципе, нормально. Есть ножи с триадлоком, которые открываются значительно хуже, так скажем. То есть, как бы здесь, в принципе, внутри вставлены бронзовые шайбы. Я вот боюсь, что вам их видно не будет. Ну, в общем, мне вот, ну, что-то там блестит, вам, наверное, понятно, да. Что мне вот видно, что шайбы там, они из цветного металла сделаны, какого-то, в принципе, нормально работающие. Вот. То есть, в плане открытия ножа быстрого никаких претензий нет. Немножко приспособиться, просто руку правильно класть на нож, когда вот перед его выбросом, и всё. Тем более, что при таком весе клинка, который тут присутствует, даже если он очень плохо пошёл, чуть доработав его кистью руки, вы нож всё равно легко откроете. То есть, в этом плане проблем нет. Вот. Закрывать нож, ну, на мой взгляд, то есть, это вообще проблема триадлока, что закрывать нож, одна рука, надо прям сильно приспосабливаться, и это довольно неудобно. То есть, видите, ну, на этом ножи чуть-чуть хорошо, хотя бы, с триадлоком, да, это то, что рукоять большая. То есть, действительно, вот поработав, да, каким-то образом, вы можете вот так вот чуть ли не на пистолетный хваст сдвинуться, чтобы у вас палец здесь лежал, и попытаться закрыть нож, ну, вот как бы нажав, получается, здесь он, в общем-то, если нажмёте достаточно сильно, он, может быть, даже и под собственным весом клинок упадёт. Но у меня вот это, честно говоря, не совсем получается, замок ходит довольно туго из коробки. Вот. То есть, я понимаю, что если его смазать, всё будет несколько попроще. Ну, в общем, там вот эти вот крепёжные механизмы, которые там есть, всякие выпирающие триадлока, они удерживают клинок достаточно прочно, даже когда вы жмёте, собственно говоря, на вот пластину триадлока. И, в принципе, в общем, конечно, ножи такие, не то, что невозможно закрывать одной рукой, но вот я, по крайней мере, не могу приспособиться спокойно ими оперировать одной рукой, так скажем. То есть, мне комфортнее бывает всё-таки закрыть такой нож двумя руками, если у меня есть такая возможность. Вот. То есть, здесь, конечно, момент такой. Не совсем, на мой взгляд, приятный. По современным меркам, как бы, там, если сравнивать с замками, там, к примеру, там, того же, там, бенчмейта, там, аксис-лок какой-нибудь, да, то есть, там, здесь, когда этот замок вообще оперируется, как бы, двумя пальцами, совершенно идеально, вы тоже получаете довольно-таки прочный замок, тем не менее, в работе. Вот. То, ну, как бы, не до конца понятно, какие такие условия должны быть эксплуатации вот этого ножа, чтобы триадлок, там, со своими свойствами, возможно, подвешивали, там, гири какой-то на этот замок, там, без ущерба для клинка и замка. Ну, когда это будет надо, не очень-то понятно. Но, в принципе, отдаю должное, конечно, замок невероятно прочный за то, несмотря на то, что он так сложно оперируется. Вот. Такой вот есть момент. Ну, как бы, эксплуатационное качество этого ножа, я скажу, скажем так, на мой взгляд, я бы себе такой нож не завёл. Вот. Потому что, ну, просто, блин, я не понимаю, какие такие условия могут быть, что мне понадобится нож вот такого размера и обязательно складной. То есть, ну, прям реально не понимаю, что я бы, если бы мне нужна была такая длина клинка, как у этого ножа, я бы предпочёл нож с фиксированным клинком, но более короткой рукояткой. То есть, как бы, мне вот этот вот, извините, вот этот вот, вот это вот, в общем, мне вот в обычной работе бывает не надо, да? Вот. Хотя, наверное, конечно, можно предполагать, что здесь, в принципе, рукоятка достаточно удобно сделана для того, чтобы ножом при необходимости можно было рубить. Ну, как знают постоянные зрители моего канала, я вообще рубить ножом что-либо не склонен. У меня обычно, когда мне надо рубить, есть какой-то топор или что-нибудь ещё такое. То есть, ну, не нож. Как правило, вход идёт. Вот. Но, в принципе, да, здесь вот так сделана рукоять, что изгиба её таков, что можно будет рубить, она изогнута, и, как бы, вот, отдачу от рубящих ударов она будет более или менее гасить. Ну, по сравнению с более прямыми рукоятями, по крайней мере, точно. Вот. То есть, впечатления, вот, у ножей остались такие, но, опять же, начнёте рубить, вам вот эта вот насечка вот такая, если перчатки нет, руки очень быстро посносят кожу, как бы, если вы только у вас тут не всё позбите, и вы не постоянно работаете такими ножами в рубящем режиме. Вот. То есть, потому что вот здесь будет очень сильно тереть вот это место, ну, вот, как бы, мизинец, какая-то вот плоскость, как бы, которая вот указательного пальца, где вы ходите, всё это довольно неприятно держать в руках. Ну, по крайней мере, лично, на мой взгляд. То есть, я скажу так, что в качестве EDC этот нож могут использовать только люди, которые используют, во-первых, одежду из каких-то очень таких брутальных материалов, там, чтобы, ну, я не знаю, там, может, там, кордура какая-то будет на штанах нашита, там, что-нибудь ещё такое здоровые карманы, когда вот, чтобы вот эта вот клипса действительно куда-то одевалась. Вот. Ну, и опять же, люди, которых не смущает, что нож имеет вот такой огромный вес. Вот. Данный вариант с тантоидным клинком я им пробовал резать, ну, как все знают, в EDC меня тантоиды не устраивают. Но, наверное, люди, которые как-то стремятся думать о том, что нож может быть и не использован для каких-то самоворонных целей, например, как бы, они могут предпочесть варианты станто вариантом, там, к примеру, с обычным дроппоинтом. Ну, потому что, потому что вот, наверное, такой вариант будет более таким пригодным для каких-то таких псевдобоевых каких-то целей, да. Я тут так предполагаю, что есть особые любители, раз такие ножи таким образом выпускаются. Надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.